Дмитрий Саутин Дмитрий Саутин Всего у чемпиона 8 олимпийских наград по прыжкам в воду. Первую олимпийскую медаль за третье место Дмитрий Саутин завоевал в 18 лет в 92 году на Олимпиаде в Барселоне. Этот год был сложным для нашей страны. Развал Советского Союза, образование нового государства. Ввиду масштабных исторических событий Дмитрий не смог в полной мере радоваться победе. Но запомнилась от Олимпиады Дмитрию теперь уже известным на всю страну курьезным случаем. Он забыл свои единственные плавки дома, но сумел выкрутиться из ситуации. Я подхожу к своему знакомому, когда еще к мексиканскому прогулу. Конечно, он был конкурент, но что делать? Плохо говорящий, нападающий английский язык, я пытался объяснить, что он забыл плавки, торопился. Отлично вообще парень открывает сумку, говорит, пожалуйста, выбирай. Достает два пакета плавок, любые какие-то симпатичные, все-таки шпидал, олимпиады. Я выбрал плавки, мы соревновались, я завевал свою первую медаль, когда бронзовую, как раз с трамплина 3 метра. Подхожу после награждения, отблагодарил его, говорю, вот возьми, пожалуйста. И выручил меня, да, он говорит, ты что, на колени упал, говорит, ты что, ты теперь бог, ты что эти плавки. И вот на самом деле, по сей пор, они у меня где-то вот дома эти плавки, ну это вот сохранил, как память, да, как бы Олимпиада, первая медаль. Участники президентских состязаний тоже подготовили вопрос о олимпийскому чемпиону. Что мотивирует спортсмена, сколько нужно тренироваться, какие подарки получает от болельщиков. Меня зовут Путилу, мой вопрос такой, какая была максимальная высота трамплина, с которым мы прыгали? В далеком-далеком детстве своем, в Симферополе, есть такая скала, не помню, как называется она. Вот там 20 метров было, вот я с ним, это максимально, что я в жизни как бы преодолел, 20 метров высоты. Вот это просто для себя, для души, это был детский спор, то есть, типа, слободите, ну не знаю, попробуй. В финале встречи участники президентских состязаний поблагодарили Дмитрия Саутина и сделали ему подарок, очередную, но единственную в своем роде медаль. Но самая главная встреча олимпийского чемпиона с будущими спортсменами замотивировала ребят к спортивным и жизненным победам. Да, я сделала вывод, что нельзя оставлять спорт, нужно добиваться своего до конца, нужно до последнего жать, нужно уфилатрить все силы, чтобы достичь своей мечты. У меня были такие, как бы, обдумки, то, что он, ну, ушел к этой цели, он, ну, несколько раз у него, он рассказывал, то, что он срывался, но, как бы, у него получалось пройти через свои, как бы, трудности и дальше идти. Я думаю, если, как бы, думать об этом, то можно все преодолеть и идти к своей цели. Здесь одаренные такие дети, то есть нечасто в школе, как бы, встретишь таких детей, которые собираются со всей России, да, именно вот, уже буквально на днях будет финал, где они будут разыгрывать, вот, уже там, первое, второе, третье место. Ну, вообще приятно, потому что, ну, такие встречи, как бы, необходимы, и я считаю, что это хорошее направление встречаться с детьми и больше все-таки говорить о спорте и направлять, естественно, в спорт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!